добрый день дорогие коллеги и друзья сегодня 17 апреля и мы снова прямом эфире посмотрим на последние события сегодня я чуть-чуть изменю параметры программы попробуем сделать немного меньше вот поэтому я слушаю ваши отзывы и мы сегодня попробуем разобрать две темы основная потом уже перейдем на активы вы на канале инвестиции и факты программа инвестиции и факты которая рассказывает о главных темах дня а также разбор всех основных глобальных активов для инвестиций то есть это более практическое пособие что можно сделать с инвестициями и какие тенденции сейчас на рынке сегодня основные две темы дня мы которые с вами рассмотрим это отчетность китая мы видим самое большое падение экономики китая с 92 года а также возобновление или восстановление экономики крупнейшей в мире сша после карантина сейчас мы поговорим с вами когда будет запущена глобальная программа восстановления производства в сша в европе а также в россии и других странах посмотрим на экономические последствия того карантина который был введен и разберем также лекарства которые сейчас есть на рынке против ковид 19 а также посмотрим на вакцины и что будет в будущем вот такая у нас сегодня повестка дня поэтому внимательно сейчас будем следить за последними новостями и если что-то в прямом эфире вы найдете интересного то задавайте вопросы я постараюсь ответить в конце нашей программы ну что поехали тогда на две основные темы и первая тема это у нас китай давайте посмотрим что интересного произошло в китае первое что мы можем видеть это то что китай начал восстанавливаться уже от коронавирусной инфекции но не все так просто сегодня мы увидели отчетность отчетность по китаю за первый квартал и она в общем то немного разочаровала почему потому что мы увидели данные которые были ниже ожиданий рынок ожидал около 6 процентов вышел 6 и 8 но в принципе не так уж сильное большое разочарование и мы сейчас посмотрим как это будет складываться на инвестиции почему китай важен так дело в том что китай это крупнейшая после америки экономика и как вы знаете что большинство товаров делаются именно в китае и как чувствует себя китай конечно очень сильно будет отражаться и на российские и на другие активы что мы видим мы видим с 70 года вот такой трекинг по ввпп мы не получали какой-то официальной информации но моделирование показала что вот культурная революция закончилась и с 70 года да мы видим вот такой поступательный рост достаточно приличный и после того как в девяносто шестом году а китайская экономика вышла из такого глобального тренда понижающего мы видим у ниже уже 6 процентов практически никогда не спускалась это кризисы вот восьмого года также пятнадцатого снижения но в общем-то около шести процентов всегда росла экономика китая поэтому и это позволило всем знать китае и каждая практически вещь когда переворачиваешь ее написано made in china да вот поэтому сейчас мы увидели такой сюрприз падение ввп никогда такого не было и что это грозит в инвестиционном плане и вообще в плане дальнейшей жизни мы видим что китай уже начал приходить в нормальное русло жизни 95 процентов предприятий работают после коронавируса вот такого карантина который был в юхане и других городах и если более детализировано посмотреть на нас на данные которые мы получили из китая сегодня ночью то мы видим что если ввп упал на 6 процентов то именно розничные продажи упали более 15 процентов это достаточно негативная цифра и как мы видим она показывает что даже после того как идет восстановление экономики люди все равно не спешат покупать промышленное производство практически осталось на нуле и это позитивный сюрприз в общем-то был потому что в общем-то мы видим что производство не так сильно упала как розничные продажи и мы видим вот падение розничных продаж за всю историю не было такого когда на 18 на 15 и 8 процентов падали вот именно покупательная способность мы видим что даже в кризис 98 года а также восьмом году китайские потребители достаточно хорошо реагировали и покупали все равно вещи но вот сейчас мы видим произошло то что никогда не происходило поэтому конечно это будет отражаться на весь инвестиционный климат и в ближайшие годы годы не месяцы мы увидим вот все таки какой-то негатив в общем-то быстрое восстановление после такого падения очень маловероятно что касается инвестиций в китай то мы видим также первый квартал показал падение на 16 процентов мы видим что активность не очень большая и это все приводит также к негативным параметрам поэтому вот эти данные по ввп китая дает нам вопросы будет ли дальше расти фондовый рынок будет ли дальше расти бондовый рынок и так далее почему потому что в общем-то это небольшой шок и мы видим это намного хуже ситуации нежели было восьмом году по китае поэтому в общем-то идея вот это падение она просто так не происходит поэтому внимательно будьте и это достаточно серьезный шаг который будет еще сказываться некоторое время что касается акции да то мы видим что китайская экономика конечно сейчас очень сильно снижается но акции не ведут себя катастрофически да мы видим 30-дневный мувин немножко спускается но не сильно да это говорит о чем это говорит о том что люди просто в ожидании дальнейшем сейчас как никогда очень большая неопределенность неопределенность восстановления экономики конечно есть некоторые люди которые говорят о том что будет v-образное восстановление но даже если мы посмотрим на данные по рынку автомобилей в китае да то мы видим быстро восстановление не происходит его сейчас 1 миллион автомашин было продано по последним данным в китае да и это намного меньше чем 2 миллиона в среднем за те же периоды которые мы видели раньше конечно в мае в марте мы видим некоторое восстановление но пока еще рано поэтому вывод вывод какой нужно очень быть сейчас так сказать внимательны в долгосрочных инвестициях почему потому что вот этот шок очень сложно моделировать и все компании которые сейчас отчитываются убирают прогнозы потому что это такая неординарная ситуация с которой мы не сталкивались никогда и возможно по некоторым данным мы можем войти в большую такую депрессию похожую как было в 30-е годы из-за того что ком накопленных долгов также в китае будет сказываться вот такая ситуация по данным из китая поэтому первые первые данные которые мы получили они конечно не радуют но сильно сильно пока конечно тоже катастрофы нету поэтому важно дальнейшие данные посмотрим на автомобильный рынок будет ли восстановление на уровень вот предыдущего года вот такая первая тема дня достаточно я так сжата если вам понравилось то ставьте лайки подписывайтесь но если нет то тогда можете дизлайки поставить и написать что не понравилось вторая тема дня она тоже важная мы видим это выход выход из той пандемии которая сейчас находится на пике в некоторых странах давайте вот посмотрим дело в том что коронавирусная инфекция пока никуда не уйдет ближайшие год-два она будет так сказать ходить по миру но вторая тема говорит нам о чем что нужно восстанавливать экономику и первыми кто об этом заговорил конечно американцы они все самые сильно пострадали за коронавируса да по количеству случаев 673 тысячи но это связано не то что америка такая и вот всех регистрирует это конечно связано с той благосостоянием что они могут проводить тесты потому что американцы провели сейчас уже три тысяч три миллиона четыреста тысяч тестов из них вот 663 положительных то что мы видим да ну уже по последним данным даже уже больше 670 тысяч но проблема в чем что нужно перезапускать экономику из-за того что остановилась американская экономика европейская экономика весь мир уходит в глобальную рецессию которая очень страшная и такого никогда не было потому что в общем то загнать всех людей домой это конечно было такое безумное в общем то решение но которая сейчас отразилась вот на всех потому что в общем то количество случаев смерти 146 тысяч это даже меньше чем обычный вирус но что сделано то сделано и сейчас вот решение властей сша трамп старается обратно восстановить экономику давайте посмотрим более детально чем это грозит для здоровья людей и что это в экономике может появиться нового да какие индустрии и какие кто выиграет от этого ну прежде всего сначала давайте посмотрим что есть два варианта первый вариант это когда сидят люди дома это вот москва к примеру второй вариант когда люди работают это минск да вот 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 россия и беларусь это как раз две страны где разные политики борьбы с коронавирусом и вот давайте сравним сравним положение мы видим что конечно в москве сидят люди в минске и люди работают да и в общем то это все видно на карте и сейчас давайте посмотрим глобально по количеству случаев где сколько регистрируется и нужно ли снимать карантин как можно быстрее чтобы восстановилась экономика так сейчас я попробую найти где у нас вот вот смотрите это мировые данные да сейчас вот как раз два миллиона сто шестьдесят семь тысяч и интересное вот количество случаев мы видим и вот это количество заболевших да на сто тысяч человек да мы видим беларуси это 45 человек на сто тысяч заболела в россии на текущий момент заболела около двадцати одного до человека на сто тысяч но это тоже конечно погрешности статистики но если мы посмотрим страны которые ближайшие до примеру ну где карантин уже объявлен эстония да то мы видим там в два раза больше количество заболевших на 100 тысяч нежели в беларуси где нету коронавирус где где нету карантина до швеция вторая страна где нету карантина давайте посмотрим 124 тысяч 124 человека на 100 тысяч зарегистрированных и рядом норвегия где 127 да то есть мы видим что показатель карантина ну не сильно меняет статистику да то есть есть карантин нету карантина критическим образом не меняется и если также если экономика и медицина справляется со всем вот грузом этим то лучше карантин конечно не вводить да вот по цифрам мы видим если мы даже возьмем калифорнию примеру да где сейчас карантин то там 71 человек на 100 тысяч да то есть это намного меньше чем в каких-то конечно эпицентрах вот там примеру андорра 880 но там просто мало количество людей да поэтому очень очень все цифры разные но вывод какой можно сделать что можно жить работая да можно жить работая и количество случаев от этого сильно место не изменяется почему потому что дело все в том что коронавирус невозможно остановить какими-то карантинами все равно придется всем переболеть и пока такой сценарий пока не переболеет три-четыре миллиарда людей он никуда не денется потому что вакцина пока еще долго но это вообще такие цифры не буду я вас больше грузить ими давайте перейдем на детали то есть трамп открывает экономику в ближайшие четыре недели будут открыто много много стран да и мы видим что уже давайте все таки вернемся покажу вам германия открывается уже с понедельника школы и магазинчики маленькие постепенно будут водиться швейцария также открывается в ближайшее время постепенно будет открываться и школы и другие производства сша ближайшие четыре недели планируется открытие около 60 штатов и как мы видим что разные пострадавшие штаты есть не очень пострадавшие да и количество случаев уже не не сильно растет поэтому если штат показывает что динамика не ухудшается то его будут открывать и как мы видим что практически все штаты даже вот калифорнии другие нету пика какого-то количество случаев поэтому постепенно будет открываться все самое главное когда ну что нужно при открытии так что нужно при открытии при открытии нужно конечно понять кто переболел или нет и поэтому вот эта система сейчас определение кто имеет антитела то есть это люди которые переболевшие и те кто еще не переболел но должен переболеть вот сейчас запускает компания рожь и другие многие тест тестовые да такие полосочки которые позволяют вот протестироваться на коронавирус если антитела то есть если у вас есть антитела то вы как бы уже немножко обезопасен да то есть вы не заболеете поэтому сейчас запускается предприятие и нужно понять кто болеет кто нет поэтому выпуск продукции которая позволяет тестировать антитела это самое главное что сейчас существует что касается инвестиционных идей все-таки у нас программа инвестиции факты да сейчас мы поговорили о некоторых фактах а сейчас мы про инвестиции еще поговорим регенерон это одна из идей которую мы говорили еще с февраля месяца видите желтая то есть белая белая линия это как раз график цен да то есть мы видим что акции продолжает рост до 400 долларов сейчас уже больше 500 стоит и последнее время мы вот видим такой достаточно рост это одна из инвестиционных идей где можно заработать вот как раз на том что они будут тестировать и они вводят сейчас именно программу программу которая будет помогать определение вот этих антител да то есть программа целые водится и это очень позитивный момент давайте перейдем кратко на сайт регенерон мы видим что будет действительно целая программа комплекса который будет позволять определить если антитела у вас или нет и если они есть то конечно вы спокойно можете продолжать работать и ничего не бояться и нагрузки на медсистему уже не будет да вот целый спектр разных мер которые вот предлагаются регенероном поэтому если вот вы считаете что регенерон хорошая идея поэтому можете посмотреть вот их акции а вторая интересная идея эта компания дилет это тоже мы не очень много говорили записаны и про регенерон видео на ютюбе и может быть даже ссылки мы найдем мы ставим в это видео и джилет также мы советовали покупать на что с джилет джилет выпустила тест противовирусный препарат который показывает достаточно сейчас хорошие результаты и вот мы видим после закрытия рынка джилет это как раз вот сегодня ночью по европейскому времени мы видим такой большой рост на около 16 процентов вот но идея джилет была раньше и мы говорили когда еще даже 70 долларов не было что нужно покупать джилет и даже если вы купили там выше 75 то сейчас цена при открытии сегодня будет более 90 что касается вообще инвестиционных идей то как я и говорил раньше биофармацевтика а также фармацевтические компании многие сейчас это хорошие инвестиционные идеи как американские так и азиатские и других стран да вот мы видим как быстрое восстановление после падения феврале месяце именно эти компании наиболее быстро восстанавливается почему потому что все сейчас будут так сказать только в одном болел ли ты коронавирусом или будешь болеть на вот и вот такие микро и так сказать все фотографии до микроскопа сейчас самое важное что если у нас антитела или нету до антител были ли мы с этим вирусом или нет и если мы посмотрим на вообще спектр компаний которые делают лекарства или же вакцину давайте вот и вместе где я так уже сегодня с вами поделюсь значит что касается антивирусных препаратов то самая интересная идея это джилет она выпускает римдизивир мы об этом еще очень давно говорили и вот они должны были как раз концу апреля подтвердить сегодня они подтвердили что работающие вот эта идея достаточно хорошо сработала что касается очень популярной его идеи гидрокси хлора queen до или хлора queen просто это на ней невозможно заработать потому что это дженерик это не какая-то эксклюзивная таблетка это дженерик который выпускает множество компаний в том числе его и другие но на ней невозможно заработать почему потому что это уже давно известны и антимулярийные таблетки которые также помогает бороться с коронавирусом следующая идея это фаби пират вер до его выпустила компания алиген которую в общем-то купила fuji фильм холдинг и к сожалению она не имеет патента на это лекарство поэтому китайцы йорк производят достаточно больших объемах и вот джен хусен фармацевтикал одна из компаний который производит и поэтому вот можете тоже себе пометить следующее такие до фармацевтик выпускает ну лекарство которое вот называется так три восьмерки да и это тоже интересная ну идея это японская компания что касается вакцин да что касается вакцин пока вакцины еще все в стадии разработки поэтому но все равно около 70 вообще сейчас производители которые производят ну или не производят стараются производить вакцины одна из крупнейших и известных это модерна вот эту идею мы также говорили раньше вот сейчас выпускаются такие первые тесты на 45 пациентах уже есть некоторые результаты вот также большая компания джонсон и джонсон они мы тоже говорили в общем-то если вы смотрите постоянные эфиры и пользуетесь нашим сервисом вы все эти компании должны уже знать вот джонсон и джонсон также пока имени нету но вакцина она наиболее близко к тому чтобы сделать вакцину где-то один миллиард доз они планируют уже публично через некоторое время выпустить большое финансирование миллиарды тратится на это и новая фармацевтикал тоже одна из компаний которая вот из крупных выпускает ну и остальные уже поменьше буду не буду я там уже говорить но только единственного ценафей глазка smith klein из крупнейших вот но у них пока нету название даже это но вот такие препараты да вот есть еще другие препараты в том числе и рож сегодня сказала вот что будет антитела проводить тесты на антитела на такие выпускать тесты на антитела вот поэтому множество компании вот все их вы можете записать себе и посмотреть как инвестиционные идеи ну а мы будем продолжать продолжать значит смотрите что касается сша помощь на поддержку бизнеса достаточно разносторонние и вот тут мы вы видите на диаграммке именно насколько равномерно распределяется помощи как мы видим помощь всегда не распределяется равномерно некоторые штаты получают больше некоторые меньше и как мы видим что количество случаев нью-йорке самое большое но среднее финансирование на 1 пациент это 51 доллар да а есть штаты где намного меньше количество случаев и как мы видим нового финансирования там больше на вот но в общем то все это не так важно важно больше экономика и мы видим что сейчас бизнес оптимизм упал на уровень начала президентского строка слога трампа поэтому трамп конечно заинтересован какие другие президенты чтобы экономика быстрее заработала а пока ситуация достаточно печальная вчера мы видели данные по из биржи труда на около пяти миллионов американцев снова обратились запасов по безработицами за четыре недели это количество составило уже 22 миллиона вот но есть и выигрыш компании которые выиграли от того что люди сидят дома это примеру всем известные сервисы стримингового потокового видео nvidia которым мы nvidia который выпускает а чипы и netflix который выпускает стриминговые сервисы да то есть вообще онлайн гейминг сейчас ожидается ну наиболее быстрорастущий сегмент люди сидят дома играют в игры и также растущий сегмент это цифровые медиа музыка фильмы все что касается какого-то контента на вот все это выросло и мы видим что они обгоняют другие страны другие точнее другие сегменты до бизнеса поэтому вот это тоже одна из инвестиционных идей ну в общем то вот вторая тема о которой мы хотели поговорить мы затронули то есть трамп будет запускать запускать экономику новом плане и мы должны уже свыкнуться с тем что вот будем использовать такие тесты например вот такого образца или другого где мы будем тестироваться на антитела и это будет уже новая реальность поэтому если вы связаны с фармацевтикой вот это самая хорошая идея сейчас продавать или выпускать тесты на антитела а так экономика запускается как я говорил уже в европе и в сша и в других странах поэтому если еще вашей стране не запустилась и вы имеете какое-то влияние запускайте как можно быстрее иначе будет проблемы экономического характера хуже чем в китае ну что вот эти две темы дня а сейчас мы давайте перейдем до сильно время у нас не уменьшилась но 26 минут мы все равно потратили хорошо переходим на нефть и да скажите там отзывы свои может быть вот когда две темы то лучше или нет так значит что мы видим по нефти на по нефти ну нефти как мы видим в пессимизме остается и если мы посмотрим со вчерашнего дня особенно сильно пессимизма выделили увидели после китайских данных даку ввп вот но рынок достаточно волатин и как я говорил уже очень опасно сейчас работать на коротке почему потому что очень быстрое движение если посмотреть по новостному фону давайте переключимся на новостной фон до напомнить тем кто может первый раз смотрите вы можете зарегистрироваться на сайте high system.org там нажать кнопочку войти у вас будет личный кабинет и вы вот увидите вот тут индексы настроения значит снизилась резкое настроение по нефти и это связано с тем что есть проблемы проблемы с поддержкой экономики да все что можно уже сделали и сейчас уже мы видим фактические данные которые показывают достаточно сильное падение вот пввп и другие страны также могут сильно пострадать как и китай что мы видим что китай допустим спрос китай упал впервые за 20 лет до с 1990 года в этом году скорее всего будет плохая картинка да и еще кстати сейчас я вам кое-что покажу по нефти мы видим что основная проблема нефти это все равно остается большие запасы и вот к примеру мы видим сингапурские данные показывают что еще не критическое положение но если месяц или два мы будем в карантине то мы подойдем к большим проблемам и цена нефти может продолжать падать поэтому несмотря на сокращение странами опек которая будет и опек плюс мы видим что последнее время вот в марте объем добычи вырос и это сейчас наполняет вот нефтехранилище и сегодня садовская аравия также заявила что она пока добывает 12 миллионов барлей они так как написано вот сокращение 8 500 только с мая месяца начнут вот действовать вот этим вот эти квоты поэтому восемь с половиной миллионов мы только увидим и в россии добычу и садовской аравии вот поэтому пока что пока что тяжело и мы видим все страны будут сокращать около 23 процентов кроме мексики который сократит на 6 процентов посмотрим поможет ли это ну реальному реальному бизнесу да вот пока мы видим что компании нефтяные только увеличивают долю долгов до и до 25 миллиардов текст мобилл примеру сейчас занял новых долгов то есть финансовая индустрия нефтяная готовится вот к такому разрыву кэша вот но вернемся на наши графики по нефти поэтому пока остаемся мы в коротких позициях как на коротке так и на долгосрок по нефти ничего позитивного за сутки нету есть конечно некоторые позитивные моменты но они пока не перевешивают негативные сейчас по-другому немножко открою значит что мы видим мы видим то что проблема проблема вот глобального роста она основная и как мы видели сегодня данные по европе количество но продажи новых машин упал на 52 процента это все негативно и пока для нефти очень печально что касается золота да давайте посмотрим по золоту значит золото остается под давлением да вот и это хороший шанс кстати для долгосрочных инвестиций вот хороший шанс для долгосрочных инвестиций почему потому что мы вышли из вот этого восходящего тренда после достижения практически 1800 до мы сейчас спускаемся почему мы спускаемся и что это такое вообще когда происходят вот такие быстрые движения то конечно как я уже говорил мы должны войти все таки вот в этот нормальный режим работы да поэтому мы сейчас уходим в вот этот восходящий канал обратно возвращаемся поэтому это коррекция это не глобальное падение золото это коррекция вот она связана с тем что чуть-чуть изменился новостной фон как мы видим оптимизм который был вчера он угас почему потому что в общем-то трамп уже открывает экономику да и мы видим что трамп видит что уже наклонная кривая уменьшается и пик новых случаев уже позади это все немножко перераспределяет инвестиционные приоритеты и люди уходят немножко из золота точнее не уходят а просто фиксирует прибыль поэтому вот если посмотреть на нашу стратегию по нефти мы на коротке остаемся все продаем а золото мы все-таки остаемся в бычем таком настроении несмотря на коррекцию поэтому в общем-то настроение по нефти по золоту остается позитивная и если мы вот посмотрим еще на один факт интересный на то мы видим вот эта цель 1800 она остается мы там были три раза и я думаю что при новой волне таком пессимизма или новых стимулов мы все-таки пойдем на 1800 поэтому следующая цель у нас по золоту 1800 следующий актив это акции у нас будет давайте посмотрим на акции тут краткосрочно остается оптимизм да как мы видим техническая картинка не поменялась и новостная картинка давайте посмотрим что там значит по новостям мы видим был некоторый позитив но который вот последние буквально четыре часа ухудшился да мы каждые четыре часа обновляем информацию и вот вы можете смотреть бесплатно сейчас этот сервис мы видим что китай говорит о проблемах с дефицитом платежей да и это тоже негативно в общем то ситуация в экономике пока очень под вопросом как будет развиваться и посмотрите вот интересный комментарий буллар да буллар говорит что перед экономикой сша стоит много понижательных рисков включая возможность сценарий депрессии а депрессия то очень серьезная вещь которую мы еще не переживали с вами в нашей жизни не было такого федеральные власти мы могли бы создать серьезный стимул для производства достаточное количество тестов для для всей страны но о чем я вам и говорил да чтобы люди чувствовали себя в безопасности возвращаясь к нормальной жизни то есть нужно сейчас убрать страх вот этот у людей что сидеть дома и вот этот вообще позыв сидеть дома он сейчас просто смертельно более смертельно даже чем вирус и идея заключается в том что создать золотую лихорадку производстве тестов сейчас как бы основная вещь чтобы люди могли чувствовать что они безопасности поэтому тесты 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 остаются вот в общем-то оптимизм такой краткосрочным остается да если мы посмотрим на давать я вам индекс включу свой индекс более детализированные вот мы видим оптимизм был но сейчас ухудшилась ситуация вот после заявления буллар да также статистики по европейским машинам сейчас я вам тут покажу более вот видите статистика вышла по европейским машинам в общем то немножко поугас этот оптимизм мы видим даже аэрофлот остановил продажу билетов на международные рейсы и восстановление экономики конечно уже будет но сколько займет время это непонятно пока только выигрыши это фармацевтические компании вот пример как рож которая будет уже в мае продавать кстати тесты которые будут они которые будут позволять тестировать на антитела на то есть уже в следующем месяце вы уже можете купить и да и сейчас как мы видим фармацевтические компании работают в режиме 24 часа 7 дней в неделю чтобы как можно быстрее запустить вот продаж месячное производство достигнет где-то вот около сколько тут ну десятки миллионов уже в июне будет тестов сделано поэтому вот будем ожидать когда они поступят на наши национальные рынки что касается общего настроения то как мы видим позитив сохраняется мы вчера говорили о перезапуске экономики но будет ли риск 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 коррекции до или уже не будет его да вот мы ожидаем все равно так или иначе коррекцию на 2600 до при более ну когда рынок немножко уже успокоится то в общем то вот эта коррекция еще вполне вероятно в ближайшее время после того как мы увидим отчетность да сейчас вы помните сезон отчетности начался множество компаний будут отчитываться мы посмотрим фактически цифры но данные из китая показывают что супер плохого сценария пока не наступает что касается российского рынка акции давайте посмотрим на российский рынок акции да тут все не так оптимизм не такой оптимизм как на глобальном и об этом я вам говорил потому что российский рынок все-таки связан с нефтью а нефть сейчас под большим давлением поэтому не думайте что российские акции просто не успевают за ростом там есть свои причины и да это мвб мы смотрим да значит я не думаю что российский рынок сейчас приоритете почему потому что цена нефти даже при лучшем случае будет восстанавливаться но компании уйдут в цене из-за того что объем просто добычи уменьшится поэтому другие инвестиционные идеи как пример как детский мир или там другие компании которые не связаны с нефтью все равно будут завязаны на нефтяной составляющей а покупать роснефть или так нефть когда у них будет падающий объем и не очень хорошее дело газовикам конечно чуть-чуть получше потому что спрос китай на газ остается и возможно это немножко их спасет но посмотрим на данный ближайшее время что касается ртс давайте посмотрим ртс так где наш ртс да мы видим ртс за сутки не изменился посмотрим что у нас по новостному фону вообще по россии мы видим что количество случаев коронавируса сейчас уже превысило 30 300 и 30 тысяч да и мы видим что количество смертей 273 но как я говорил и если сравнить с другими странами то если уже говорить страны которые как-то непонятно дают статистику то как раз вот россия похожа на ту страну да потому что если мы посмотрим на активные случаи на количество на 100 тысяч человек то в россии сейчас 21 это достаточно мало ну примеру взять тоже беларусь там 44 то есть два раза больше поэтому вот о прозрачности пока россии тоже говорить трудно вообще норма это где-то 120 100 ну 100 120 на 100 на 100 тысяч человек вот но норма конечно такая не очень правильная форм формировка сейчас но это так в среднем да если мы посмотрим есть что касается уровень смертности то в россии сейчас уровень смертности 08 примеру в той же беларуси 0 9 а в швеции 10 да то есть мы видим что очень сильно разнятся эти данные вот поэтому тут уже кого причислят умершим от коронавируса это уже вопрос такой серьезный вот что касается тестов то наверное тут мы не имеем данных сейчас посмотрим да достаточно мы не имеем данных чтобы понять сколько тестов где кроме сша вот такой детальной статистики пока нет ну ладно вернемся к нашим цифрам значит за сутки мы видим количество заболевших 4000 пока пик не пройден ближайшие две-три недели поэтому ближайшее время не ждите что так сказать экономика заработает а это очень негативно и это приведет к такому достаточно большому коллапсу потом когда будет уже запущено производство очень сложно будет быстро восстановиться силуанов сказал что поддержка ввп где-то около шести с половиной процентов будет до экономики фискальная поддержка вот центр банк россии собирается даже понизить ставку на следующем заседании вот возможно 24 апреля то что мы говорили нужно будет понижать ставку чтобы стимулировать экономику все это как бы достаточно негативно для рынка акций пока перспектив хороших нету нет цен нефти не от текущей ситуации с коронавирусом поэтому вполне поход на тысячу остается сценарием таким первостепенным сейчас вот так ну еще по глобальным акциям я хотел кое-что вам показать мы видим эта неделя достаточно было позитивная до первая неделя вообще сначала кризиса когда мы уходим плюс до был хороший понедельник потом вторник среда него четверг сегодня пятница и мы тоже в позитиве небольшом поэтому вот это такая хорошая неделя до после пасхальные на европейском рынке и перед пасхальным российском достаточно вот такой хороший подарок праздником но но расслабляться не нужно как я говорил вот эти все вот этот весь рост который мы видим с марта месяца он связан во первых со стимулирующими действиями потом связан с помощью таким страшным ну отраслям как авиаперевозчики и все что связано с перемещением людей и вот последний вот этот оптимизм связан с тем что экономика запустится вот поэтому это все ожидания а цифры пока нам говорят о том что все еще не так просто поэтому вполне вероятно что в ближайшее время мы столкнемся с коррекцией и по спидни по россии поэтому будьте осторожны не думайте что все хорошо все прошло поэтому в общем-то сценарий коррекции сейчас наиболее вероятен особенно после такого ошеломляющего роста после заявления трампа да поэтому смотрите как использовать наши программы вчера смотрели про оптимизм про трампа да мы были все настроены позитивно да вот если посмотреть даже индекс оптимизма со вчера шну с позавчерашнего даже дня он был позитивен вот видите dow jones 23 300 и вот сегодня мы на 24000 переворачиваемся краткосрочно на низ но долгосрочная идея все равно остается на продаже поэтому вот реально используйте те инструменты смотрите наши индексы не вот так реально фактически можно использовать их практической работе на своих стратегиях ну а мы идем дальше и переходим на валюты значит по валютному рынку да вы давайте возьмем сначала global а потом уже спустимся на локальные значит первое что мы видим что доллар да давайте тут уже чуть-чуть от корректируем а то тут уже очень цвет поменяем красненький сделаем красивенький красненький цвет на значит вот мы уже на плате пройти лишний уберем краткосрочные такие тренды да мы переходим уже в другой немножко стадию стадию роста доллара да и это связано с тем что запуск экономики сша возможны в ближайшее время даст возможность укрепиться на доллару вот и соответственно посмотрим на новости действительно ли это так мы видим что индекс пессимизма по евро увеличивается и каждые под каждое обновление все больше и больше и в чем тут суть во первых количество случаев в сша уменьшается это очень позитивно для доллара европейская экономика чувствовать себя очень плохо как мы видим все таки 50 процентов падения подумайте сами 50 процентов падения в марте это очень серьезно такой сигнал и вообще если посмотреть на рынок акции да давайте сейчас еще раз я промотаю то мы видим падение оптимизма вот сейчас к кстати на сдавки у подходит такому тоже техническим индикатору где лучше продать а вот что касается продажи в европе да как мы видим на 0 9 миллиона мы вышли по продажам автомобилей в марте месяце по европе и это почти на 50 процентов хуже чем в прошлом марте тут видите такой пик сезонные обычно в марте хорошие продажи в европе идут ну и вот мы упали хотя в общем так если посмотреть то тут еще катастрофы нет очень интересно будет мартовские данные если посмотреть по странам да то мы можем сравнить особенно сильное падение было в британии и в германии да во франции вообще какое-то катастрофическое падение и в италии практически не было продаж но понимаете экономика закрыта испании вот это все приводит вот таким плохим последствиям поэтому европейская экономика пока чувствует себя слабо и продажи доллара то есть точнее продажи евро в краткосрочном да давайте посмотрим на индекс краткосрочная стратегия как можно применять наши индексы в практике с минус 16 дошла до минус 26 тогда цена была 1 и 10 считайте а сейчас 18 то есть 150 пунктов вот краткосрочно такая тенденция вот поэтому остаемся и краткосрочный долгосрочно на низ цель 1 и 6 долгосрочно остается по евро что ж идем дальше на развивающиеся рынки на ну сначала общем посмотрим укрепление российского рубля сегодня небольшое происходит вот но это связано с тем что риск риск он да сейчас то есть люди любят вкладывать в развивающиеся рынки и тому примеру как мы показывал я вам сейчас еще раз покажу примеру на том что подешевели сильно развивающие страны акции развивающих стран подешевели поэтому люди пускают туда валюту укрепший доллар чтобы купить какие-то активы но я бы так не делал почему потому что в общем то я не думаю что все просто так будет v-образное восстановление да все просто так не закончится если говорить про рубль посмотрите вот я тут интересным нашел спрос на кэш да мы видим что когда вы падает до минус это значит эмиссия происходит то есть дополнительное количество денег наличных идет да то мы видим разрыв сделки привел к спросу на кэш да то есть увеличило количество сделок потом мы видим когда путин продлил выходные дома я тоже люди тоже предпочитает больше кэш то есть люди не доверяют банкам как мы видим особенно сильный отток был и спрос на кэш когда каникулы и налог на вклады вели очень сильный спрос на наличные деньги это все конечно дает возможность говорить о том что люди в достаточно напряженном сейчас таком режиме да то есть не нельзя говорить что все очень стабильно поэтому укрепление рубля сейчас имеет такую достаточно ну очень слабую фундаментальную под собой оплеку но мы находимся вот в таком нисходящем тренде поэтому уровень 73 остается интересный для покупки долларов ну как я говорил 75 это предел пока мечтаний до очень узко почему потому что все зажато экономика не работает и центр банк легко легко справляется с задачей формирования вчера плюс еще пакет больших мер принят поэтому цб поддерживать ситуацию сейчас чтобы достаточно спокойно было вот на финансовых рынках но в общем-то тренд тренд остается негативны и поэтому когда только начнут выходить я думаю еще многое мы можем увидеть что касается других стран то искусственно поддержание курса это не лучшая стратегия сейчас да но если вот взять так что мы там вчера казахский тенге смотрели на белорусский рубль открылся ну давайте уже по белорусскому рублю вот тут мы видим 1.44 до предел мечтаний 2.40 но в общем-то это остановка такая временная и сейчас рано говорить о том что все успокоилось да ну давайте откроем украинскую гривну она тут 27 там все стабильно стабильно по украинской гривне но справедливая цена это конечно не 27 а 30 но они поддерживают свою гривну ну ладно пускай будет так сейчас мы чуть-чуть скорректируем график такой поэтому 27 уровень ключевой по украинской гривне и очень-очень будет плохо если она пойдет ниже потому что это пустая трата денег в общем-то выкидывание денег в пустую лучшие конечно бесценны потому что для экономики чем хуже курс тем лучше потому что экспорта до дешевле становится ну ладно что еще мы посмотрим на мы посмотрим еще банды давайте банды посмотрим значит десятилетки десятилетки и государственные американские это мы открыли итальянские ну ладно если уже открыли то посмотрим да вот и как инвестиционная идея покупка итальянских бандов они немножко дороже стоит их cb будет выкупать а сейчас стратегия покупка после cb достаточно интересная что касается его американских то мы видим что тут стабильность спрос на них высокие и это позволяет в обставке не расти что касается высокодоходных а если кратко так высокодоходных мы помним вот этот скачок немножко удалилась скачок который был но на этом графике покажу после мер который приняла фрс но как мы видим сейчас этот оптимизм уже угасает да и мы наверное еще на пару процентов просядем почему потому что в общем-то дефолты нас ждут впереди и банки не смогут про всех профинансировать что еще мы посмотрим а по рынку криптовалют интересные новости там давайте глянем кстати интересные новости состоят в том что фейсбук планирует разные версии токенов в рамке проекта либра да то есть мы видим что же фейсбук и партнеры заявили в четверг что проект либра теперь будет поддерживаться поддерживать несколько версий цифровых токенов и это позитив тоже то что цифровой мир развивается и вводит вот позитив bitcoin поэтому как мы и говорили это позитивный актив долгосрочный и краткосрочный мы там тоже наверх ну вот такой краткий обзор давайте теперь я отвечу на ваши вопросы и мы будем заканчивать сегодня вот на такой ноте небольшого оптимизма с долгосрочной неопределенностью и пессимизмом так добрый день что вы думаете в акциях american express visa и mastercard так ну во первых это очень хороший сегмент скажу сразу почему потому что они не 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 имеют каких-то супер постоянных больших затрат да но все-таки особенности есть конечно эти три системы отличаются поэтому ну давайте я возьму одну из них как мы договаривались один человек один вопрос и один тикер да вот значит по визе по визе сейчас мы возьмем визу вот значит что мы видим мы видим по финансам компания достаточно устойчивы последние пять лет наращивала постоянно объем выручки да и сейчас торгуется с очень большим мультипликатором выручек капитализации на конечно мировая экономика останавливается поэтому в общем-то платежи его количество уменьшается поэтому краткосрочный прогноз по визе негативен негативен и я не думаю что они восстановятся быстро потому что платежные балансы мы сегодня видели вот примеру по китаю не будет восстанавливаться поэтому в общем-то небольшой пессимизм по этим трем компаниям есть если кратко добрый день интересно ваше мнение насчет айти сектора китай а именно мессенджера мама ну мы тут как бы не разбираем какие-то мессенджеры мама или какие-то другие да вот но в общем то в общем то а мама и вы имеете это тикер такой компании да я уже открыл посмотрел да я думал что эта платформа просто такая а это оказывается компания не знаю ее ну честно скажу я не знаю ее но я увижу что она действительно дислокация в китае давайте ну так экспресс анализом посмотрим что там за такое да мы видим что объем выручки не очень большой и он растущий был очень сильно в этом году падающий до начинается ну давайте посмотрим если там информация допустим о прогнозах прибыли все печально так что касается выручки то тоже снижение ну если кратко по новостям посмотрим что тут у нас да их немножко прессуют там ну да 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 ну смотрите количество пользователей активных за месяц не выросло 11 процент году поэтому уже рост потенциал такой ну это даже хуже чем фейсбук поэтому ну не лучший вариант и потому что видите роста уже пользователей нету в четвертом квартале как вот мы видели последние данные поэтому ну я не думаю что это классно 11 процент это очень мало для такой компании в эти секторе вот а насчет эти сектора китая там есть более интересные идеи и они общеизвестные ну компании поэтому уже детально не будем тратить дмитрий время все-таки тут не индивидуальная консультация такие общие общие виды поэтому если хотите более детализированно пишите вопросы на почту так или же я дам еще профиль linkedin там тоже можете писать если какие-то вас более серьезный вопрос интересует добрый день отличные обзоры какой ваш прогноз по спин на ближайший месяц иван спрашивает похоже на пузырь который которому не дают сдуться ну да иван есть некоторые проблемы глобального такого характера она вот но если снова мы пойдем в акции то посмотрите вот это восстановление которое мы имеем ну примеру по и спина вот уже на 60 процентов практически мы мы выросли до корректировка поэтому это уже многовато если честно я с вами тут соглашусь но конечно все хотят купить вот подешевевшие акции и в общем то сценарий что вирус уйдет постепенно вот при такой я более пессимистичен поэтому я думаю что будет еще волна коррекции дальше поэтому немножко с вами согласен но данные идут сейчас такие с оптимизмом как я говорил уже вот если взять каждый день то 23 марта мы получили данные о том что стимулирует фрс видите вот этот пик большой который начался вам тут покажу вот большой пик это симулирование фрс а потом фрс и другие банки все начали поддерживать рынок и вот сейчас довели что трамп сказал что тоже будет запускать экономику то есть вот на таком оптимизме мы проехали но в общем то уже конечно сейчас только нужно выбирать компании типа вот такого как фармацистического сектора поэтому они тянут больше а компании автомобильной промышленности или авиаперевозок это конечно нельзя то есть нужно сегментирование сейчас акциям подходить вот поэтому такой ответ добрый день как когда на ваш взгляд будет лучшее время для покупки российских акций на среднесрочную покупку увидим ли мы еще раз ртс на уровне 850 до вполне вероятно 850 может быть вот при падающей цене на нефть как мы видим сейчас цена на нефть не блещет да вот она находится уже ниже 20 долларов по wti по бренду немножко эта ситуация получше вот но не критически 28 давите торгуется бренд немножко более устойчив и он еще не вернулся на низ а wti американский сорт вернулся почему потому что там как бы более такой рынок открытый да а тут мы видим 26 допустим 28 но фактически если вы захотите купить живой нефть там еще могут 6 процент 6 долларов скидку дать при текущей ситуации на рынке поэтому пока пессимизм пока пессимизм но мы мониторим постоянно каждый день чтобы увидеть эту точку поэтому я же не экстрасенс который будущее предвидит мы работаем каждый день поэтому пока нету таких четких данных о том что мы имеем такую хорошую перспективу роста российских акций сейчас фундаментально все плоховато так алексей задает вопрос задает вопрос алексей добрый день скажите пожалуйста где кроме блумберг вы смотрите различную подробную аналитику интересует именно аналитика то есть не только новости перечислить эти ресурсы пожалуйста спасибо но смотрите профессиональная аналитика навсегда платная дорогая поэтому бесплатного ничего хорошего нет вот поэтому можете не искать в интернете ну мы скоро возможно запустим сервис который позволяет розничным клиентам смотреть но это тоже будет платные но бесплатно вы только на этом канале можете наверное какую-то профессиональную информацию получить поэтому аналитику бесплатно никто вам не даст хорошую вот ну мы вот проект такой решили чуть-чуть поддержать в трудную минуту а так все конечно платная но мы мы ведем наверное какой-то тариф такой розничный который будет доступен вот большинству клиентов чтобы они могли тоже пользоваться разной аналитикой и могли получить доступ к консультациям ну каким-то более широким нежели просто вот такой экспресс анализ как мы тут с вами делаем так возможен ли вариант развития событий когда вы когда все люди просто вернуться на свою прежнюю работу экономика сама себе быстрого становится ну не твои виталий почему потому что люди боятся люди боятся возвращаться почему потому что вот эти постоянные факты что кто-то заболел кто-то там что-то услышал увидел они будут давить на людей и даже в китае мы видим люди не восстановились розничные продажи в китае также продолжают падать несмотря ни на что поэтому пока говорить о быстром восстановлении не приходится не приходится но конечно восстановление будет понятно но поймите что вирус же он тоже никуда не ушел нужно чтобы переболели много людей и хотя об этом публично сейчас не заявляется но реальность такова виктор добрый день какие шаги предпринять на случай инфляционного шока для сохранения usd amazon netflix не слишком ли сильно переоценены ваше видео о поджилет netflix от 28 было в точку ну да вот как раз человек я не знаю тут как зовут ваш но он правильно говорит что мы 28 февраля вот как раз говорили про нетфликс посмотрите видео за 28 февраля и джилет это компании ну которые вот мы сегодня увидим макс максимум достигает да поэтому вот возвращаясь к виталий вопросу смотрите канал пользуйтесь нашими сервисами и вы будете получать какой-то алексей да спрашиваю про аналитику достаточно хорошую аналитику вот а бесплатный сервис только в мышеловке поэтому в любом случае труд должен оплачен быть поэтому в любом случае вы занимаетесь инвестициями понимаете что хорошая информация она стоит дорого да некоторые недооценивают какую-то информацию но в общем-то реальность такова нужно смотреть на итоги добрый день стоит ли покупать акции синий марк синий марк давайте сейчас посмотрим значит да спасибо что пишете сразу тикеры тогда легко и быстро открывать компании и можно быстро посмотреть вот значит это кинотеатры да мы видим кинотеатры в сша да ну сразу можно понять что сектор достаточно проблем на кинотеатры и люди будут бояться сейчас скопление больших масс потому что не все же еще переболели вирус то никуда не ушел и нужно всем переболеть и боясь смерти все равно присутствует поэтому кинотеатры это не лучшая инвестиция и в общем-то пессимизм пока по кинотеатрам достаточно большой и даже при запуске постепенно предприятие я не думаю что люди побегут сразу смотреть кино вот и ожидание у них падение выручки там на 50 процентов я думаю будет не на 30 как рынок ожидает сейчас так идем дальше интерфакс банк втб инвестирует 71 миллион в ведугу золоторудное месторождение красноярском крае в обмен на 40 процентов в активе как повлияет на котировки полиметалл игорь спрашивает но смотрите да я видел это полиметалл это сегодня как раз была эта новость хорошая компания они увеличивают добычу и им нужно конечно развиваться поэтому в общем-то ничего плохого я думаю по полиметаллу не будет да мы в общем-то рекомендуем эту компанию все равно покупки остаемся и мы тоже можете посмотреть наши инвест идеи мы говорили об этом еще раньше про полиметал про другие компании золотодобывающего сегмента и мы остаемся в позитиве потому что в общем инфляционные ожидания будут только возрастать и нельзя ну пока думать что всем все там успокоилась с денежной массой растущей как мы видим даже кэш нужен поэтому эта новость которая вышла не сильно повлияет глобально почему потому что в т.б. то есть полиметалл сохраняет контроль несмотря ни на что вот полиметалл будет сохранять контроль ну вот видите полиметалл сохранит полный операционный контроль над активом поэтому никаких проблем с этой сделкой не будет так алексей задает вопрос после того как ситуация может выровняться то золото продолжит рост на инфляции или может начать падение ну по принципу восьмого года мы видим что денежные власти не смогут выйти в ближайшие несколько лет поэтому золото имеет достаточно хорошую фундаментальную основу для продолжения роста и в общем то только крах какой-то может на рынке снова сделать сильную вольну продать продажи по золоту или же очень быстро улетится вирус вот такие два сценарий на пока ни один из них не реализуем так значит едем дальше значит что у нас дальше значит так как может расти аэрофлот на нелетающих самолетах и плохих новостях минимум до августа не будет летать за границу ну совершенно верно да это вот как бы еще один момент когда компании ведут себя так сказать не нелогично вот поэтому аэрофлот я думаю это худшая вообще идея на российском рынке на текущий момент потому что я думаю что вплоть до выкупа полные полные доли государства может быть там только увеличение доли они 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 в хорошие времена плохо себя чувствовали посмотрите если мы посмотрим на их финансы да то давайте в долларах делаем так более привычно то мы видим там прибыли не было ну в восемнадцатом году убыток в девятнадцатом такая краткосрочная прибыль сейчас ожидается убыток ну зачем такие компании покупать у которых проблемы сейчас деньгами такими большие то есть и беда 17 долг 10 они могут платить по кредитам даже самостоятельно нужно помощь государства спасения поэтому туда ничего хорошего так детский мир спрашивает про детский мир алексей спрашивает под детский мир ну я говорил что детский мир в принципе хорошая идея почему потому что они будут продолжать работать даже в карантин это уже хорошо но но говорить о каком-то долгосрочном тренде будет проблемно почему потому что сейчас очень большое падение реальных доходов будет в россии связи с падением нефти а также коронавирусной инфекции поэтому в общем пока такой пессимизм долгосрочный остается по детскому миру они открывают новые магазины сейчас им придется это дело приостановить и оптимизм немножко умерить сейчас ожидается ростом в 11 процентов но я думаю что сценарий будет хуже не будет у них такого роста рост может только быть чуть-чуть инфляционный но люди тоже не захотят покупать подорожавшие под ну товары так ну что последний вопрос все же хотелось бы побольше около нефтяной информации в этот раз как-то слишком бегло ну да бегло бывает и такие моменты бегло сейчас я напомню может я там пропустил про нефть а ну да да в принципе мы говорили значит по нефти ну тезисно запасы растут как мы видим по сингапур и по другим хабам запасы растут опек пока не снизил фактически ждем соглашение будет ли фактически вот эти минус 23 процента у всех стран да сейчас указочку возьму и второй третий момент это компании увеличивают долги сейчас чтобы выжить поэтому кто не обанкротится ну хорошо но пока тенденцию к банкротству в нефтегазовой отрасли достаточно серьезная проблема там ну что все хорошего вам дня удачных инвестиций поздравляю вас с наступающим праздником пасхи если вы по разности по восточному календарю есть два календаря западный и восточный западный был прошлое воскресенье сегодня уже предпасхальная пятница по восточному календарю поэтому с наступающим праздником пасхи пускай бог вас хранит от коронавируса и от других инфекций инвестируйте с умом смотрите на следующей неделе даст бог нам всем выжить и будем дальше двигаться поэтому божьи благословения вам с наступающим праздником пасхи